мои дорогие телезрители смотрите приехали с одним уезжаем с двумя рюкзаками полный подарками платим за еще один день в этом номере за вчерашний завтрак и едем на вокзал о ребятки тут вот масло вылета смотрите мы тут вчера ходили а тут авария была по песком засыпали все вон там что да тачка вылетела его так представляете я переходил бы пешеход у меня вот этому машину так мы идем дальше также по району миллионеров как мы выяснили что вот это миллиона иры как написано знаете что это такое тысячелетие вот миллениум и вот идем район миллениум 1 а он туда налево вот стрелка показывает район миллениум 2 так что вот а идем мы по улице чемпионата мира 98 года вот ехали сейчас на паровозике будем кататься французские поезда будем смотреть какие они потому что во франции мы еще на поезде не катались вот ребятки я только успел подойти только успел билеты купить говоришь что сейчас подходит следующий через полчаса потом через 44 минуты то есть этот почему-то потом полчаса пауза потом поезд потом каждые 15 минут они уже ходят вот наш трамвай подходит вот 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 беженцы короче буянит от них воняет они орут короче как тебя не какие-то грязные боже мой они и до сюда добрались так пустой трамвай потому что там была конечная и мы едем выбираем местечко идем пустой трамвайчик вот весь трамвай для нас клёво куда давай сюда едем на вокзал тогда ребят мы покинули вокзал и ой вокзал трамвай он перед нами вокзал идем туда у нас выезд только через 45 минут мы все заранее заранее так делали чтобы быстренько успеть видите сильно заранее приехали идем так че ребятки мы на вокзале идем искать локера чтобы сдать вот эти вот два чуда рюкзачка и едем дальше вот ребятки там чемоданчики можно ждать только с девяти до восьми вечера сегодня с 9 утра и до восьми вечера а у нас 8 50 выезд а сейчас 8 так что на том вокзале оставим ребятки если из настоящего багета трансформер делаю смотрите тут сколько много всего-всего-всего клёво опять нет не надо ничего опять на вокзал кушать чем сейчас накупили у как у него шоке просто было грутоматом царелла простой сыр яйца и майонез туда вот так вот на меня посмотрел этот чувак который его готовил вынес ему тоже этому повару хотелось посмотреть как выглядит тот человек который такой вот все безобразие заказал но и так плюс еще как резоны просморозен тортик плюс капучино все это 9 эра идем на вокзал едим и через 20 минут выезд ребятки а вот и мой багет извращение по-французски кресло могу вот так вот поворачивать вот так тогда ребятки да вот может стоит проверять вот наш поезд который уезжает через три минуты клёво мы идем первый раз будем на французских поездах кататься потом перечислю страны на которых мы уже в которых мы уже и катались на поездах так что вот заселяемся сначала передвигаемся ребятки по полю такие перепады идем жаркие вот такой вот поездок и наверх и дальше идем ребятки покидаем монпелье через 40 минут будем выходить эти ребятки как коптит вообще жесть так вон смотрите у нас море вот у нас залив лодки всякие стоят вон с той стороны а вот море у волны какие темно темно синие мы же с двух сторон у нас получается мы едем вот вот где мы ведь вот юг франции вот он и мы еще будем проезжать вот такой вот штуку вот вот по вот этому мостику будем ехать между озером и морем на ребятка я тут смотрю где мы вообще находимся прикиньте мы вот едем в город который будет находиться мы будем находиться на 150 километрах от границы с испанией 250 километрах от границы с андоррой 300 километрах от барселоны представляете едем дальше ух ребятки как она шатается смотрите по мосту какой волнистое море 6 о какой этот был как его зовут мост который передвигается чтоб корабли могли проехать кайф море вот он еще прям около нас будет вот оно кайф какой ребятки это обалденчик ну так вот репетольки я составил тут список по поездам по странам каких мы катались короче в казахстане на регио ну то есть на региональном поезде в россии и на скоростном и на региональном германии и скоростной региональный швейцария только на скоростном это я конкретно катался италия и скоростной региональный испания и скоростной региональный португалия только скоростной бельгия только региональный перу там мачапикчур рейл то есть самый дорогой поезд в мире на короткий участок отрезок короче местности потом чем в дании на региональном швеции на региональном япония и быстрее региональный китай быстрый англия только региональный и вот франция тоже региональный поезд и буквально две-три минуты и мы приедем место нашего гуляния так сказать на сегодня на 5 часов так ребятки а вот и вокзал тут у сейчас он кое-что расскажу про этот город прикиньте 90 тысяч населения у них даже аэропорт есть я в шоке так идем на этом приехали другой вообще идет обратно вон пелье походу распускаемся вот такой вот переход и идем искать локеры куда сдать рюкзаки надеемся они то здесь есть он сорти значит налево ребятки судя по всему их здесь нет смотрите вон там вот конец вот начало все этом весь вокзал закончился не знаю сейчас просто вот у тетенька может она знает что так ночи ребятки нету здесь короче никаких локеров и сказали нам в округе вы тоже ничего не найдете но вот такой вот город безе участок конскурс про него расскажу это один из самых старых городов франции ребятки основан предположительно в седьмом веке до нашей эры вот город имеет множество исторических памятников свидетельствующих о богатом историческом прошлом античном античный амфитеатр здесь есть собор святого назаря а первое упоминание которого было в восьмом веке церковь церковь святой мадлены 11 века южный канал 17 век вот население обезья около 70 тысяч человек вот немножко нашел о нем и будем ходить и смотреть очень красив тут река мосты вообще прелесть кстати ребятки мы разобрались с классиками видите вот типа мусор кидать не отсюда вот надо сначала дойти и вот отсюда мусор кидать чтобы ты попал в мусорку они там типа чемпион так что карту купили за 5 евро и идем узнавать город у нас здесь буквально пять часов потом мы возвращаемся в монпелье и в аэропорт и улетаем домой такой распорядок дня тогда ребятки вон вокзал спустились по пешеходу и тут у нас на нафиг и открыто и туда зайти можно 150 что-то лет походу клёво как целый парк смотрите красота это да мы решили не идти по лесенкам а вот такими вот зигзагами передвигаться оливки тут везде валяются падают с дерева их давят люди идем ребятки я выпрямиться не могу вот здесь вот самый раз смотрите что это у нас получается дерево растет вот так вот веточка здесь я еще вот прохожу огромная магнолия которая уже отсвела температура у нас сегодня 18 градусов интернет обещает переменная облачность и легкий ветерок легкий ветерок я слышу шум деревьев и ощущаю его переменной облачности вообще не ощущая небо голубое и интернет говорит что переменного облачка первые появятся только к семи к восьми вечеру мы уже в пять в аэропорту планируем быть монт пелье где-то так вот еще ничего ничего идем ходим смотрим наслаждаемся красиво так вот памятник выглядит сверху титан держит землю смотрите ребятки мы вот титан памятник он там даже написано 1900 года какого-то и фотография там дамочки в платьишках зонтика ходили тех времен прикиньте 900 года тут дерево на пол упало смотрите я тоже думал его кто-то сломал а получается что вот видите была какая-то катаклизма и бог покосилась как-то может его что-то спалило или но там спилила что-то рубанула молния я не знаю и вот она вот так вот теперь растет просто по земле вон там растет тут растет тут растет вообще клево это просто прелесть не дерево очень мне еще нравится ребятки в парке смотрите тут вот такие вот картинки это 1864 год что-то написано сентябрь я не знаю тогда уже в то время фотографировали нет но вот картинка местности как она тогда была лошадки все такое клёво среди стол украшен вот такими всякими цветулечками фонарный кайф еще знаете мне что здесь очень нравится что здесь 18 градусов солнечно по сравнению я сейчас посмотрел нас во фрайбурге ливень и 11 градусов представляете но ничего мы приедем во фрайбурге будет солнышко завтра уже должна быть и переменная облачность и температура нормализуется концу недели до 18 градусов тепла так что пока там дождь мы наслаждаемся здесь солнцем огромная детская площадка кораблик всякие качельки гигантская магнолия маша чё за шишки растут они еще распускаться что ли будет а плоды огромная пальма и пруд смотрите вокруг него тоже пальмы растут его какие-то в лопухи клёво о фонтана ля женева клёво а он да смотри морозь камни какие вон мост и такие вулканические якобы так идем дальше вот тут нет стойте ребятки не ух замок а здесь походу этот жил самый крутой чай парк клёво как красивый замок смотрите ребятки тут что-то я не знаю не понимаю французского что-то там написано но сам факт то что разные кактусы этот что-то на алоэ похоже вон один кактус вот такой есть такой тоже похож на алоэ вон тот вообще дикий какой-то кактус 3 сколько их тут будет как тут вот это самый зачетный кактус не вам больше всех нравится я хочу в мексику много много кактусов смотреть а вот они кактусики мы в перу вот такие вот нам чистили и мы их ели и пили вообще клёво так начать идем на выход из этого прелестного сада мне уже город начинает нравится а потом в самом конце там все будет такой мост ребятки ну просто вах вот идем говорит у нее груши есть фрукты смотрите набирает которые вот на грани умирания но они еще хорошие только спелые так что вот и power вместо вместо 240 хорошо идем отдавать мужичку и покупаем это а как у бабули в деревне обалденчик прям реально вот будто она со спела и вот сегодня только с дерева упала а не та которая росла которую сняли чтобы она еще неделю дозревала офигенчик а не грушка так а во франции кстати принято на красный ходить честно они просто стоят смотрят никого нет по сторонам вот так вот раз туда и сюда и пошли мы тоже как французы идем смотрите ребятки и дом нарисована все вот это вот памятник смотрите грация стоят держит корону какую-то и нарисована тетенька с балкона там влазит туда-сюда мужик стоит он собачка выглядывает двери красиво а мы идем дальше той авеню чтобы не спускаться по широкой ну так вот ребятки помните когда мы прилетели 1 1 самой серии нам не дали машину а я должен был сюда заезжать вот здесь парковаться и вот в этом и без баджет мы должны были жить гараж есть но мы должны были здесь жить цари стандарт 89 аэро а почему-то мы записи отметовали но в любом случае вот тут тут вон и без баджет это он маш я не думаю что у них их два в городе нет не думаю что два в городе в любом случае тут идем дальше ульки посмотрите какая красота балконы французские вот эти уже как бы более или менее сделано где можно гулять а вон вон на самом верху вот этого дома там просто выходишь там те даже ступню поставить негде вот этот еще до вон те вот два вот эти вот два окна там просто открыл окно ты даже вот так вот боком не поместишься сейчас история рассказывала вот перед раньше молочники булочники ходили они так выходят на балкон корзиночку так по веревке раз ему там бутылку молока положили багет французский он поднял и завтрак и клевого так идем дальше блин марусь офигенно рюкзак купила блин я пожалел что я такой не купил 30 литров 30 аэро вот был бы 40 литров я долго не думая сразу взял или 50 30 равно маловато у меня у самого вон 35 литров но такой ну ничего морозит рвозе полетит хоть оранжевый свой выкинет так мы идем дальше да ладно ребятки вилла 595 тысяч всего лишь полмиллиона 180 квадратов вилла ух ты не маша две тысячи пятьсот девяносто два это земля ну класс а вот за 432 этих квадратных ну два гектара или что получается и 168 квадратных метров вот смотри мороз комнатка апартаментный двухкомнатная 50 квадратов 305 тысяч вот 315 вилла с бассейном да вы что ребятки вот целый дом домина прям реально вилла фазенда 200 метров 158 тысяч дом трехкомнатные там три комнаты в этом доме что маленький домик но все равно ребятки вы понимаете что это юг франции тут до моря на машине минут 15 ехать и такие низкие цены вот вот дом смотрите восемьдесят девять тысяч а вон море сразу видать вон жесть какие тут нету я понимаю что может работать здесь нет может что здесь цивилизации фиг узнает дамон пелье 40 минут на поезде на машине то же самое тут ну окей ладно тогда получается часа два до марселя часа три там до барселоны ну тут как бы в доступности крупных городов может работы нет но для пенсионера вот так вот виллу около моря это идеально тем более здесь юг блин здесь жара класс тут ребятки жилой дом за этими стенами тут ничего не увидишь на и вот так вот сделаю реально там целая вилла кайф вон видно красота идем ребятки префектура площадь генерала деголя и автовокзал автобусный вот здесь не это клево кстати вот сейчас посмотрел я знал что он был президентом генераль шарль деголь по моему себе не ошибаюсь его зовут он был генералом франции и его президентом франции и генералом он давал нацистам короче отпор когда война была потом чаще о нем знаю родился 1890 году и умер в 1970-м прикиньте ровно 80 лет прожил был президентом франции сорок четвертого по сорок шестой год всего лишь два года правил не знаю почему потом еще был министром президента и все такое но сам факт что если я не ошибаюсь вот это я не нашел сейчас в интернете но по моему деголь тогда сказал что ноги не будет франции в нато вот и вывел французов из нато прикиньте вот он был противником этого он говорил нам нам во франции чужие войны не нужны вот я правда не помню по моему это это так по моему он сейчас если не ошибаюсь а я не ошибаюсь франция опять в нато не помню кто и опять туда ввел еще вот идем дальше прогуливаемся тогда ребятки площадь виктории красота смотрите там на флагах 4 верблюда нарисованы не знаю к чему бы это так что идем дальше а мгш намерен мнение мг смотрите ребятки дом типичная франция вот так вот и вот так вот и чем дальше туда вглубь тема шире 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 то есть это реально не просто один дома внутри пустота а с той стороны он тоже вот такая будет прямая стена и глубь понимаете как комнаты куда уходят и некоторые комнаты до получается без окон а вот видите вот у кого-то круговой такой балкон вот этот вот это вообще прелесть люди живут песик так а мы идем дальше чувствуете ребятки какой ветер в этом переулке ох какая прелесть как свежий воздух а мы идем к церкви святой мадлен вот о ух ты да да красиво очень кайф какой так ночью ребятки она открыта мы идем вовнутрь первое посещение церкви за эту поездку сейчас посмотрим как она внутри разукрашена для тех кто не знает я в церковь хожу не по вере а по архитектуре мне очень нравится как те или иные церкви украшены и как они вообще выглядят идем так ребятки ничего здесь все простенько вообще пару стражей огромный огромный орган смотрите какой деревянный потолок и музыка классическая играет вот так это же моцарт маш моцарта включили блин у меня такое ребятка ощущение вот убрать эти машины поставить сюда повозки с лошадьми и переодеть людей и все мне кажется здания так они останутся как они были смотрите здесь ничего не поменяется вот переход какой-то вон там переулочек вон вот тротир какой-то где этот дартаньян скакал пошли на рынок а вот это рынок да это типично итальянское испанское здание рынка идем туда посмотрите насколько все старо ржавчина вот от этих балкончиков вон просто деревянный ставни ребятки не про это просто четыре доски приколоченные класс какой вот это да так а мы на рынок идем у ребятки в испании в италии просто в разные стороны все продается так а здесь все как культурно отдельчиками много места в проходе очень много места в испании такого нигде не встретишь хамончики мяски а хамоны всякие продают окорочка курочки он кролики сыры фрукты в общем да вон там макароны какие-то вот тут сырки у себя в плесени вообще а какой душу какой воняет он не хочу пойдем не этому понять я убедить даже не могу смотри маш сюда помешка в стамбуле вот это все вот засушенная кайф какой пряности они пряности а просто сухофрукты настоящие засушены так он там колбасы пошли мясцы овощи и мы уже выходим 1 2 и закончится этот весь базар маленький так ребятки мы идем по такой дорожке в пределах пяти минут будет кафедраль вот туда идем эти улочка безлюдная никого нет птичка где-то чирикает ее слышно прям пение на весь квартал кайф какой это воробника на реки у кого-то где-то тогда ребятки это штат хали мы как вовремя пришли он одиннадцать раз как раз фигачить сейчас будет в колокол красота все все одиннадцать тут ребятки вот такая вот еще площадь напротив хотель девиль о здание старинное просто спасибо мужик здание просто смотрите заколоченные фанерой просто окна ух там прям вырисовывается вот эти вот как брусья деревянные которые скрепляют дом клёво и все камни заштукатурены вот это вот это обалденчик ребятки какой угол здесь настоящие балконы а тут нарисованные как бы симметричный дедушка с дедушкой вылезли с балкона смотрят там что-то так а у нас вот для кафедрали две минуты и вот я думаю вон он начинается идем к нему тогда ребятки а вот это да а дворец правосудия полястый истиц и сразу церковь то есть тебя сначала здесь осудили потом тех господь осудил и не удивлюсь там где-то еще кладбище и расстрельная комната клевого и огромная золотая статуя сверху если вот видно вот она дева мария прям реально из а наш блестит вся отражается солнце будет светить ослепнуть можно так идем обходим вокруг там он мостовая из мостовой видно какой-то поле вон там другие города возможно сейчас посмотрим на это все дело кафедраль святого назар а на французском еще молитву не слышал красиво но а а а на самом деле не очень приятно было находиться в церкви ребят потому что честно я выражусь так как я это на себе почувствовал воняет саньем на всю церковь где бы ты не стоял прям реально такой а это было чуть ли не до слез и ну как как так можно я вот не понимаю что туда мочатся ходят по углам не знаю не очень приятно было так мы вышли вон речка сейчас туда пойдем посмотрим пока покажу вот так вот церковь выглядит красивая очень эти ребятки очень похож на парижский нотр-дам очень похож вот вот этим огромным кругом на колоннами мы идем туда смотреть что там речка и все такое к ребятки а вот и речечка протекает смотрите он туда а он горы все горами закрыта ветрища невероятный просто ветер деревья просто сносит красота вот тут вот ветра нет я вот здесь вот стану здесь более или менее меньше мои дорогие теле зрители мы с вами находимся все там же у собора святого назара смотрите какая киши кишечка кишки 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 сейчас вам расскажу про эту кошку очень интересную вещь вот видите вот дедушка с бабушкой а вот еще их внуки да я у я думаю это их внуки нет а дочь сыном да получается да то есть и вот и четверо и вот кошечка 5 может быть и кошка с с ними сам прикол то что у них карта они сами туристы и кошка реально с ними ходит они на мостовой они прям с мостовой пошли типа за нами она шла вот она с ними гуляет приходите путешествовать с кошкой да женщина это бабушка дедушка дочь их и ее этой дочери сын и год или кошка клево смотрите вон бегали прикиньте с кошкой путешествовать вот смотрите отсюда бежит море смотри ваш смотри кошка прикольная какая кошка путешественница это клево хватаю марусь и побежали быть с нами путешествовать пошли пошли пойдем а ты можешь короче ребятки сейчас посмотрим куда мы там спускаемся ребятки вот вышли в парк кошка вперед нас обогнала всех по лесенке он хозяева сзади идут ой как солнце печет вот тут ветра нет помару смотри мост могу надо этот мост мост картинки класс вот здесь вот лесенка спускаемся красотища вот ребятки вот такая вот обзорка вон этот старинный мост очень красивый мы сейчас по нему пойдем и вот сейчас мы сядем отдохнем немножко наши ножки и пойдем дальше советская привычка ребятки морозь и грызли закалась как красиво это как будто только покрашены его оба в один миг проверяем его покрашена она или нет это только жители бывшего союза до этого додумываются если бы грубо говоря в германии ни один немец он бы не трогал он бы просто сразу сел потому что если бы она была бы свеже покрашена она была бы огорожена и туда бы никто не сел пока краска бы не не застыла как только краска была бы уже грубо говоря готовы убрали бы ограду люди могли бы садиться но вот ребята выдает что мы не рожденные европейцы идем на солнышке отдыхаем потом идем дальше ребятки мы посидели на лавочке как змеи на солнце погрелись и теперь покидаем кафедраль святого назара и идем к мостику но ведь ребятки это площадь революции вон пляс для революцион я первый раз вижу женщину вот статую чтобы она с мечом была смотрите это у нее меч правда он обломан вот но сам факт то что я думал сначала может крест как-то так держит нет это меч какие у него глаза жестокие вот дворец правосудия площадь революции нормально так смотрите ребятки песик гав 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 смотрите видео с балкона вот он висит здорово кутя 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 ты гавкать будешь твой только не прыгать через забор руки договорились здорово как она кайт так вот ребятки спальные районы просто ходим тут гуляем балкончики белье все сушат красота старинный старинный дом смотрите живого места нет на балконах все в горшках здесь даже окна смотрите я не думаю что там стекла есть просто дерево закрыто они до вон есть деревянные рамы ага церквушка какая-то и тут спуск вниз ветрища просто вообще членец ног сносит так и к мосту написано понт 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 это мост понт векс не знаю как читается 9 минут говорит по лесенке вниз ого и все ну а значит будем ковылять не 9 минут а 20 минут идем вниз куда котенок маленький совсем так начали спускаемся смотрите ребятки какой дом вот снизу гараж а он там вот окна много много белья висит сушится и маленькие темнокожие дети бегают это трущобы какие-то я думаю тут малообеспеченные семьи живут идем дальше какой нарисован и кафедраль вон она вся красота а мы идем к мосту к речке уже там вот весь центр находится мы уже здесь на окраине от центра сразу видно как бы убогость но тем не менее все так клево идем к речке так ребятки а вот и кафедраль а вот сверху вот этот вот жардин вот этот гарден где мы сидели на лавочке вот клево там сидели оттуда загорали на солнышке и наслаждались видом где мы собственно говоря сейчас находимся сейчас мы идем на старый мост по нему перейдем вот он видите какой красивый сейчас он с этой стороны покажу по нему перейдем на ту сторону а уже по-новому вернемся назад так что сейчас я быстренько взгляд на него кину и собственно говоря потом наверх по нему будем переходить у мужички на лодке подплыли рыбку рыбуля там прям смотрите ух какая красота тогда прелесть кто-то живет смотрите вот у него дверь прям со второго этажа с разбега заходит вот через такой мостик для пешеходов всего лишь вот такая вот боковушка и мост но только одна машина здесь разойдется кто-то должен будет заезжать на вот этот вот тротуарчик или же я думаю он я не знаю они не думаю что он только односторонний сейчас посмотрим знака с этой стороны не вижу а потом потому мосту пойдем потому что он действительно односторонний сейчас посмотрим и действительно ребят машины еду только с той стороны стороны еще ни одно не видел видимо там знак дальше спереди будет стоять кирпичик вот кафедраль отличнейший вид на тот мостик чтобы вернуться обратно в город тогда ребятки вот этот кирпичик заветный который я и думал что здесь будет так ночью идем на другой мост переходим пичку обратно так вот ребятки вас по которому собственно горы шли вон кафедраль там дальше еще один мост железнодорожная за ним еще один мост более арочный не знаю что там на нем здесь по крайней мере на этом мостомашины в две стороны едут для возвращаемся в сторону центра думаем идем уехать как мы планировали здесь покушать потом уехать или уехать и покушать уже определимся мельдусь чего-то ребятки не на шутку ветрену стало короче может в горку пилим везде мусорные бачки стоят на чтобы мусор вкидывать и ветром этот мусор весь раздувает по всему городу очень мусорный город какой-то понимаю почему ну что ветер вот мы идем дальше вверх ехали ребятки чё заметил что вам он пелье что здесь люди не убирают за собаками абсолютно я вам только сказал вон пацан идет и как раз пакетик надо набирать чтобы убрать за собакой все убирают а почему кучина валяются просто на полу не знаю маша говорит видела все абсолютно убирают а я вижу кучи которые валяются на этому пёсик привет как тебя зовут какой прикольно а вот этот мужик только что убрал до справедливости ради я не видел вообще чтобы собаки при мне это делали но я видел то что кучи лежат на дороге вот это не очень приятно вот смотрите какой красивый домик вышли на красивые бульвары ушли из тех бедных районов видимо гребятульки добрались мы снова до парка и теперь за парком вокзал и нам еще около часу чтоб не соврать час двадцать до поезда до нашего но пускай мы 10 минут еще идти будем что будем здесь где-то в парке куковать с часок сидеть солнышком наслаждаться таков план эти ребятки разные цветочки вообще капуста какая-то не пойми ничего вот тоже клёво так ночи ребятки минут 20 на лавочке под солнышком сторона все сгорело походу ну и вчера в зеркало и взглянул все лицо красное было как у рака после вчерашнего дня в этом мунтелье и здесь еще полдня на солнце сейчас идем на вокзал и там чем придумаем около вокзала потусим или на самом вокзале я видно будет идем пока так ну вот ребятки наш поезд который через минуту подойдет который идет на авиньон через он пили и на платформу а то бишь на эту кстати у них тут платформы буковками называется abcd и туда-сюда не как у нас 1 2 3 4 10 а все по буковкам так что ждем наш поезд он придет вон оттуда и поедем и вон туда вот таков план и ребятки вот и наш поезд который везет нас снова в монпелье садимся и едем на этом я думаю закончим наш выпуск и увидимся в следующем монпелье а